Добрый день, уважаемые коллеги! До клинических исследований и до уже маркетинговой поддержки. Большое количество сотрудников, лабораторий, участвующих в создании препаратов. Портфель компании уже реальных лекарственных препаратов уже составляет более 60 продуктов и более 40 находятся в различных стадиях разработки. Международные офисы, поэтому действительно это всегда приятно, когда наши компании выходят на международный уровень. И в Китае, и в Латинской Америке мы видим есть офисы. Есть большое количество стран-экспортеров фармакологической продукции компании. Поэтому, конечно же, здесь позитивные моменты, которые являются таким вектором развития, наверное, различной фармакологической промышленности. И имеются три основные платформы, в которых работает компания. Это синтез-разработка моноклональных антител, их изучение, начиная с буквально самых ранних этапов поиска малых молекул. И, конечно же, такое тонкое дело, генная терапия, генная инженерия, которая уже использует буквально такие универсальные платформы для создания продуктов генной терапии на основе рекомендантов аденоассоциированных вирусов. Причем, на самом деле, мне, как представителю нашей страны, приятно, что действительно полные циклы в каждом этом направлении компания реализует. И препараты, которые известны нам как онкологам, прежде всего, это и биоаналоги, которые, в принципе, изначально были разработаны другими фирмами-производителями. Это и Бевоцузумаб, и Литоксимаб, и Торсузумаб. Мы, конечно же, активно также использовали данные препараты. И мы видим какой-то большой уже клинический опыт применения этих препаратов в Российской Федерации, уже исчисляемые сотнями тысяч пациентов. Поэтому, конечно же, это подтверждает и эффективность, и безопасность этих агентов. И существует портфель препаратов, которые полностью разработаны компанией. Для нас, конечно, как и для онкологов, очень важен препарат Пролголемапа, о котором мы уже неоднократно и говорили, и будем говорить в этом сообщении. Пролголемап или Фортек – это полностью оригинальный PD-1-ингибитор, причем ингибитор класса иммуноглобулинов G1. Это также отличает его от ряда других представителей этого группы, которые являются производимыми другими компаниями. С принципиальной особенностью, так называемой лаламутацией, которая значительно потенцирует, усиливает, пролонгирует действия этого препарата за счет подавления антителозависимого фагоцитоза. И также опыт использования этого препарата уже довольно большой, это более тысячи пациентов. Мы знаем, что не так давно закончились только клинические исследования в отношении меланомы, предмет нашего изучения, и в отношении ряда других солидных опухолей исследования еще продолжаются. И, конечно, препараты к стиме, я думаю, что все с удовольствием работают этим препаратом, но в плане меланомы, конечно, может быть, в меньшей степени иметь значение. То, что сейчас, какие препараты, ингибиторы иммуноточек контроля имеются в клинической разработке, это уже известный нам в отношении меланомы препарат проголемаб, который сейчас продолжает изучение в рамках уже исследования третьей фазы, в отношении рака легкого и в отношении рака шейки матки. Очень интересная комбинация, конечно же, антипедиодин и антистиле-4, то есть, наверное, мечта любого доктора, чтобы в одном флаконе, в одной пилюле было сразу несколько препаратов. Здесь как раз-таки совмещены два агента, которые изучаются сейчас в отношении дистеминированной меланомы. И то, что тоже очень интересно, и нам, я думаю, что клиницистам будет очень важно, биоаналог пембролизумаба, который изучается при различных солидных опухолях. В дни препарат мы понимаем, что пембролизумаб уже изучен и зарегистрирован для очень большого количества солидных опухолей. И, в принципе, все эти показания будут сразу же экстраполированы на биоаналог, который мы, в принципе, в ближайшем времени получим. Поэтому, конечно же, наша возможность доступа к пембролизумабу уже отечественного производства таким образом значительно расширяется. Ну и если мы говорим о пролголемабе, то это, повторюсь, молоклональное антитело, человеческое антитело, направленное на ПД-1 на основе иммуноглобулинов G1, не G4, как для других агентов. Поэтому его преимущество – это большая подвижность молекулы, большая афинность к рецептору ПД-1, большая устойчивость к температурным отклонениям. И вот ключевое отличие, отличие наличия тутлала мутации стоит в том, что подавляется антителоопосредованная фагоцитоза. Таким образом, пул активированных Т-лимфоцитов, он, в принципе, более длительно может реализовывать свои функции. Здесь, ну, такое просто, такое больше информативное, да, и, разумеется, это не сравнение, а просто характеристики ряда известных уже нам агентов, относящихся к группе ингибиторов ПД-1, ПДЛ-1. Ну, в принципе, гуманизированное или человеческое антитело, молекулярные массы, ну, сопоставимые, конечно же, и вот эта вот мутация, которая характерна именно для полголемаба. Конечно же, все молекулы, они имеют определенные различия, тоже нам, как линцистам, наверное, это просто из области таких общих знаний, ну, и, разумеется, каждый ингибитор, он имеет свою область связывания с рецептором. Что характерно для полголемаба, это все-таки такая более, ну, такая значимая способность, она, в принципе, такие, наверное, прямые сравнения, они тоже допустимы, поскольку они проводились. Это вот здесь методом проточной цитометрии оценивалась как раз-таки способность связывать, насыщать рецепторы цитотоксических клеток. И мы видим, что по сравнению с рядом аналогов для полголемаба характерна большая активность, именно как раз-таки в таком действии, то есть как бы механизм действия, он реализуется так более глубоко, более убедительно. И если мы говорим о том, при каких показаниях зарегистрированы эти агенты, то, в принципе, для полголемаба пока это неоперабельная и медицинская меланома. Ну, агенты, которые нам известны, они, конечно, у них несколько более широкий спектр, но, конечно же, мы ожидаем, что возможности полголемаба, они также будут использоваться, ну, в том числе и решением врачебных комиссий наших, каких-то таких вот решений индивидуальных по пациенту, также в более широких этапах, в более различных этапах, и адювантной терапии, и адювантной, и так далее. Ну, и если мы также можем уже сейчас говорить о таких долгосрочных уже результатах исследования полголемаба, он позднее, конечно же, изучался в клинических исследованиях в России, например, то сопоставимые совершенно результаты эффективности и объективных ответов, и двухлетней выживаемости без прогрессирования, двухлетней общей выживаемости, мы видим, для всех агентов, известных нам, превышает, достигает 60%, и уже данные такой трехлетней общей выживаемости тоже абсолютно сопоставимые результаты, поэтому, на самом деле, препарат, который по большинству своих показателей, он точно не уступает, в чем-то, может быть, даже, по крайней мере, является таким достойным представителем этого класса препаратов. Конечно же, очень важный вопрос – это безопасность терапии, и также центры, имеющие опыт работы, и уже в рутинной практике использующие полголемаб препарат. Исследователи знают, что препарат достаточно хорошо переносим, токсичность его, в принципе, она ожидаема, она не имеет каких-то особенностей, и в целом она не самая высокая. То есть в четвертой степени это не больше 13%. Очень много в спектре представлено именно эндокринопатия, которая, как мы знаем, практически никогда не представляет угрозу для пациента, она требует, конечно, справительной и заместительной терапии, но не является таким основанием для прекращения терапии. И, как мы видим, для полголемаба тоже практически все пациенты не прекращают лечение из-за развития токсичности. Поэтому, в принципе, вне зависимости от наличия амбудации Бираф, вне зависимости от наличия поражения головного мозга, мы можем использовать данный препарат, и, более того, развитие, некоторые есть корреляции при частоте эндокринных осложнений иммунопоследованных и эффективности препарата. Конечно, наш опыт, он в копилку, скажем так, клинического изучения препарата, наш центр также принимал участие в нем. У нас пациентов в клиническом исследовании было 12, причем треть пациентов получала более одной линии предшествующей терапии, то есть, в принципе, предлеченные пациенты, и довольно большое распространение десеминированного процесса, то есть более половины пациентов имели более трех зон мистического поражения. И мы видим, что общая частота ответов достигала 25% у каждого четвертого пациента, это неплохой показатель. Контроль над заболеванием довольно высокий, да, более 80%. И общая длительность терапии, она также превышает 9 месяцев, что, опять же, говорит, в принципе, о эффекте и о умеренной токсичности. Ну, здесь вот наш опыт, как раз, лечения больного у виальной меланомы, тоже знаем, что только что мы прослушали доклад, уважаемый Виталий, о том, что здесь упорная очень опухоль, резистентная опухоль, но такая длительная стабилизация на протяжении практически полутора-двух лет у этого пациента после применения пологолемаба была отмечена. Ну, те исследования, о которых я уже говорила, которые сейчас продолжаются, причем исследования действительно международные исследования, принимают участие и Россия, и страны ЕС, и Китай, и в отношении немоклеточного рака лёгкого, в отношении рака шейки матки, исследования Домажор, исследования Фортека. В принципе, дизайн нам привычен, дизайн аналогичен таким же исследованиям других препаратов данной группы, поэтому не будем останавливаться, но, конечно же, надежда на то, что использование пологолемаба вместе с химиотерапией при этих солидных опухолях также приведет к повышению эффективности лечения. И вот тот препарат, о котором я тоже говорила, BCD-1017, комбинированный препарат антипидиодин пологолемаб и антистиле-4 норолемаб, в исследовании Абертон, мы знаем, что эта комбинация изучается, и мы также принимаем участие в этом исследовании. В принципе, дизайн тоже понятен, или монотерапия пологолемабом, или комбинация двух агентов в дальнейшем с переходом на монотерапию, извините, пологолемабом в качестве уже такой продолженной терапии. Конечно, все эти результаты исследования интересны и ожидаются. И, разумеется, всегда мы знаем, что клинические исследования – это один вариант. Если мы говорим о рутинной практике, то часто эти результаты – хорошо, если они не уступают клиническим исследованиям. Но бывает так, что в реальной практике и эффективность терапии, и безопасность, если какая-то иная. И, конечно же, в реальной клинической практике у нас пациенты не такие отобранные, они имеют все-таки запустующую патологию, и в том числе эндокринопатии, и аутоиммунные заболевания. И вот те исследования ФОРО, в котором принимали участие ряд российских центров, уже рутинного применения препарата пологолемаб уже у обычных, скажем так, пациентов, не проходящих такие жесткие критерии отбора, в отношении диссимирования меланомы. И, как мы видим, и пациенты клинического исследования, и пациенты нашей обычной рутинной практики, они обеспечиваются применением препарата тем же самым объективным ответом высоким и тем же самым контролем над заболеванием. Поэтому, в принципе, это, разумеется, позитивно, и мы можем экстраполировать данные клинического исследования уже на нашу рутинную практику. Тоже мы вчера уже очень активно говорили о лечении ранних стадий меланомы, и вот здесь, как раз таки, наш опыт неодевантной терапии меланомы препаратом пологолемаб, разумеется, это вне каких-либо рекомендаций и показаний, поэтому это было инициативное исследование, которое было одобрено этическим комитетом нашего учреждения. И, в принципе, дизайн понятен, это больные меланомы третьей стадии получали четыре введения пологолемаба, в дальнейшем подвергались оперативному вмешательству, оценка лечебного патоморфоза, и, как правило, продолжали иммунотерапию. Это, по нашим данным, у нас, в принципе, 14 пациентов принимали участие в данном исследовании, мы видим и полные регрессы, практически полные патоморфологические регрессы достигались, и, хотя мы тоже так ожидали, не ожидали, но надеялись, но были приятно все равно удивлены, когда все-таки мы увидели, что так это все и происходит в обычной практике. И, в частности, в качестве примера здесь как раз-таки пациент, который подвергся хирургическому удалению одного из очагов после неодиумантной терапии пологолемабом с картиной полного патоморфологического ответа. Поэтому, в принципе, конечно же, опыт такой работы с этим препаратом, он достаточно приличный и в нашем центре, в нашей команде. Мы позитивно относимся к данному препарату, к его особенностям и его эффективности, его весьма и весьма умеренной приемлемой токсичности. И, конечно же, мы всегда с оптимизмом смотрим на такие появления высококачественных препаратов, лекарственных наших отечественных компаний. Благодарю за внимание, коллеги. Продолжение следует...